деревья стремятся к солнцу ничего удивительного в том что все ветви особенно молодые растут и вверх для берез характерно то что их ветки располагаются по спирали на концах больших ветвей образуются тонкие побеги которые по тяжести листьев могут повисать вниз к середине лета плотность листвы вырастает и особенно на ветру все вот эти свисающие косички листьев они могут отклоняться в одну сторону тогда появляются такие характерные для березы направленные по движению ветра ритма верхние побеги на ветру также будут отклоняться в одну сторону это создает динамический характер динамичный характер у дерева если вы помните работу рылова то там березы как раз вот нарисованы такими ритмичными диагональными мазками получается вроде бы деревья в то же время очень напряженные композиции как будто она куда-то стремится бывают различные береды различные породы берез с более повисающими ветвями с кривыми стволами бывают стелющиеся березы ну средне русская обычно то что мы встречаем в рощах в средней полосе они выглядят примерно одинаково если сделать замес светло зеленый вообще для березы характерны достаточно светлые листва ранней весной очень насыщенной очень яркая которая темнеет постепенно к середине лета то начать заливку мы можем как раз вот с такого светло зеленого салатового цвета я возьму не очень мокрую кисть слегка и просушу так называемая кисть хейк она очень популярна в восточных странах на самом деле она является самым простым способом крепления которое не требует ничего кроме дерева и нить пучок волоса сжимается в расщепленные деревянный брусок и потом прошивается либо проволокой либо ниткой зависимости от того какие возможности производства овца или коза ну коза более жесткая овца более мягкая такая при намокании становится немножко безвольный на шероховатой бумаге позволяет легкими касаниями создавать неповторяющиеся рисунки то есть такая торцовка она будет более живой чем если брать какой-то дорогой и качественный волосы для листвы характерно можно обобщить до трех тонов это листья освещенные прямым светом листья в тенях на которые падает рефлекс от неба более голубоваты и листья так называемого локального цвета это когда мы видим именно ту зелень которую который лист обладает дополнительными штрихами я создаю объем листы в принципе это можно также делать хейком я просто не хочу менять цвет замеса на кисточке так и более холодные темные для теней желательно избегать прямого использования зеленых красок из кювет это не абсолютное правило но просто чтобы не было очень скучно потому что если вы привыкаете работать для получения каких-то цветов выбирая для желто зеленых берем желто зеленую краску для сине зеленых берем сине зеленую то постепенно все ваши работы они становятся однообразными потому что вы привыкаете к стереотипам цветовых сочетаний для зрителей это получается зрители скучно будет смотреть на такие работы ствол березы мы можем сделать из сочетаний в освещенной части немножко более таких розоватых оттенков при этом интересно что молодые побеги и верхушки берез они имеют теплый оттенок такой немножко рыжеватый особенно это заметно на юных деревьях затем ветки могут становиться практически черными и в нижней части ствола на дереве образуется жесткая кора которая трескается и в отличие от ствола на котором темные полоски они обычно горизонтально расположены в нижней части ствола трещины на коре идут уже вертикально вот и опять там может появляться вверху где-то при переходе к белой бересте теплые оттенки при опускании к корням дерево может изгибаться если в начале побег испытывал какие-то стрессы вот и на коре может образовываться еще налет лишайников таких холодных зеленоватых все это можно использовать для придания живости рисунку как я говорил в тех местах где образуются ветви там обычно остается в основании черная такая след сучка и поскольку ветки идут по спирали то эти полоски они имеют некоторый заметный ритм ну в основном они не регулярны по мере взросления дерево набирает массу где-то у них могут образовываться более густые такие вот копные метелки ветвей да где-то образуются пустоты через которые мы видим ствол ну и падающие тени от листвы на светлую кору березы они могут давать такие голубоватые или сиреневатые тени какие-то ветки дают падающие тени на стол к осени листва желтеет или обломанные ветки на сильном ветру тоже могут желтеть и тогда в дереве появляются уже теплые ветки теплые оттенки желто-оранжеватые и поскольку дерево желтеет неравномерно может происходить постепенно то вот эти пятна если нам не нужно показывать золотую осень мы можем вводить для того чтобы был более интересный цвет у листва и это 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 значит важно не рисовать веточки так чтобы мы их видели по всей длине потому что ветви где-то закрываются листьями где-то они просвечиваются сквозь листья где-то мы должны показать крона находящиеся в теневой части в данном случае я не показывал дерево на ветру поэтому они у меня вся листва она такая статичная и верхние побеги они направлены вверх как я и говорил нижние повисают и образуют такие вот косички с листиками когда акварель подсохнет можно будет ввести детали уже такие мелкие показать трещины на корея усилить акценты на некоторых ветвях может быть где-то добавить отдельную веточку или отдельные листья если надо показать совсем молодую березку то можно больше внимания уделить стволу тогда мы можем начиная от теплого переходить к освещенной почти белой бересте средней части ствола потом опять к теплому и почти до такого вот почти черного цвета на тонких окончаниях ствола и веток при этом при этом надо еще обратить внимание на то что в основном там где дерево раздваивается у него редко получается так что обе ветки идут одной толщины одна ветка всегда будет доминировать почти всегда другая будет подчиненная и чуть менее развиты вот и в основании уже опять мы можем переходить к черному создавая ритмически поиски на бересте в основании подчиненной грамотки и и я я и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... В живописи очень важно не увлекаться детализацией и думать об обобщении объектов. Тем более в изображении пейзажей с большой массой деревьев. Потому что если вы начинаете рисовать все деревья, у вас не образуются ни центры, ни доминанты в работе. Работать важно не от листа, а от большого пятна. И в целом я предпочитаю начинать рисовать с кроны и потом только заниматься детализацией ствола. Если бумага у вас хорошая, то она позволяет вам промывать в тех местах, где вам нужно, более светлые пятна. И уже в нарисованной кроне делать окошки для того, чтобы там был виден ствол. Продолжение следует... Рисование деревьев это почти каллиграфические упражнения. И живость мазка здесь может быть важнее, чем буквальное изображение каждого отдельного листика. Собственно на этом все. Спасибо.